Во время встречи член Совета по правам человека, уполномоченный по правам человека Свердловской области, Татьяна Мерзлякова, спросила у Путина, понадобится ли вторая волна мобилизации. Путин ответил, что на данный момент необходимости в этом нет. У нас из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне проведения операции. Из этих 150 тысяч половина, это 77 тысяч, находятся непосредственно в боевых подразделениях. Остальные на вторых-третьих рубежах, выполняют функции войск-обороны или проходят подготовку, рассказал Путин. Еще 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных, не находятся в группировке вообще. Они до сих пор на полигонах и в учебных центрах Минобороны Российской Федерации. Это так называемый боевой резерв. В этих условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла. Ранее во время заседания к Путину обратились с вопросом о денежном довольстве мобилизованных, которые находятся в зоне специальной военной операции. Некоторые из них с момента мобилизации не получили ни одной обещанной выплаты. Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о сложностях с экипировкой в ходе спецоперации. Путин попросил представить ему всю информацию по этому поводу. Об окончании частичной мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября.